Американский образ жизни Это Голливуд, джинсы, Харлей и, конечно, американские тачки Всем привет! Это Road Emotion Наш многострадальный Ford не перестает преподносить сюрпризы Мне кажется, нет ни одного агрегата, который бы не был заколхожен или ушатым Но и сделано тоже немало И сегодня мы выходим на очередной важный этап Пойдемте посмотрим Ну вот он наш кузов Очищен до металла и покрыт защитной мастикой На свежевыкрашенную раму установлена новая подвеска И теперь можно сказать точно Да, Ford 30 лет, но сейчас на ваших глазах рождается по-настоящему новый автомобиль Так, Илюх, рассказывай, чего сделано? Сделали мы, значит, полностью тележку, раму Рама была от песка строена, покрашена Не выявлено на ней было никаких критичных моментов То есть ремонт ее не потребовался Единственное, что мы изготовили несколько новых элементов И поставили дополнительные усилители, которые должны были быть Но их не хватало Мы поставили новые амортизаторы, новые пружины И все соединения То есть балки к кузову, рулевые тяги, трапеции Тоже там все новое стоит Какой у нас план? Что мы сегодня делаем? По плану мы сейчас закатываем, собственно, раму уже под кузов У нас там в кузове лежат макетные опоры То есть мы сегодня увидим ту высоту, на которой он будет жить? Да, к высоту и, как это сказать, клиренс мы поймем уже сейчас Ну, отлично, все, тогда закатываем Да? Да, для того, чтобы свести воедино две такие махины Попасть во все разъемы и ничего при этом не повредить Нужно большое мастерство Так что перед вами сейчас Немного-немало историческое событие Ведь в прошлый раз рама вот так встречалась с кузовом еще на заводе фон Ну, в общем, что, Илюх, я хочу тебе сказать, что Его еще фактически нет, но он уже такой красавчик, что просто невозможно Ну да, сидит он, конечно, хорошо Что ты здесь видишь? Что поделать еще нужно? По кузову, да? Мы вот волновались, что с кузовом может быть что-то Ну, на самом деле, как мы его заранее, в общем-то, всматривали и видели Это еще до пескоструя Кузов в достаточно хорошем состоянии в целом Коррозии очень мало Несколько всего очагов присутствует Но есть, так сказать, наследие вот того колхоза, что здесь был Из такого вот, что прямо вот необходимо будет поделать Это телевизор, ну, нормально его срастить Ну и вот здесь вот в ногах у водителя В моторном щите мы можем наблюдать ручное творчество бывшего хозяина Также во всем, во всей его красе Вырезаны непонятно чем То есть видно, что сверлили сначала дрелью, потом чем-то это все вырезали Я так полагаю, что это было сделано для того, чтобы разместить как раз-таки педальный узел Чтобы он подходил к тому двигателю По коррозии, которая именно от времени произошла Вот здесь можно наблюдать в ногах подгнивший элемент немножечко Вот в месте крепления кузова к раме есть вот здесь Ну, не тяжело на самом деле понять, потому что оно выглядит, как будто это делалось ручками Вот, но при этом и как будто время к этому тоже свое усилие приложило С боковой части у нас тут есть выпил непонятно подо что Есть версия, что это было под розетку, чтобы снаружи подключаться Но выпил категорически неаккуратный И мы его тоже будем заделывать И под 220, не сомневаюсь, что нам нужен выход Мы сделаем просто, наверное, там конвертер, да, 220 с 12 Вот, по задней части тоже все достаточно хорошо Естественно, машины не новые, присутствуют следы коррозии И они находятся в уголках задних крыльев Это такое больное место у всех машин Потому что туда залетает грязь И она оттуда не очень хорошо выходит, копится Ну и все оно там со временем подгнивает Дыры, дыры, дыры Словно большая тыкова, насквозь проеденная мышами Тут и там пропилы, заломы, разрезы, следы сверления В общем, последствия безудержных импровизаций Жертвой которых долгие годы был этот несчастный автомобиль Красота у машины будет примерно такая же Она прогрузится внутренним элементами интерьера И, в общем-то, мотором и так далее Она опустится в общей сложности сантиметров Где-то на 7 именно от загрузки подвески Ну и еще, возможно, можно поиграться с колесами И размером колес тоже сделать чуть-чуть ниже Но кардинально ниже она уже не будет И второй вопрос, это, конечно, двери Вот здесь, насколько я понимаю, будет достаточно сложная работа Естественно, нам высокие двери тоже будут нужны Вам они будут нужны, чтобы свободно заезжать туда на мотоцикле Поэтому мы все это дело уберем Облагородим, сделаем красивую, аккуратную рамку Которая будет крепкая И также можно будет проверить, в принципе, как сделан этот каркас под крышу И, возможно, его где-то тоже подусилить, подварить Чтобы оно было пожестче и поинтереснее В общем, работы по кузову еще море Но главное, похоже, что колхоз наконец-то закончился Впереди спокойное и планомерное созидание А вот и наш дизель Когда я видел его в прошлый раз, все было печально Был намечен большой план работы Сегодня, наконец-то, двигатель вернулся И, похоже, почти готов снова радовать нас могучим рыком А вот коробка Собственно, чего тут удивляться Я изначально подозревал, что рано или поздно мы в нее все равно полезем Привет, парни Володя, привет Ну, в общем, ребят Что у нас сегодня? У нас мотор находится в финальной стадии сборки Я надеюсь, Володя нам сегодня объяснит, что там было сделано И мы что-то увидим процесс А вот коробка у нас Она наелась кексов При замене масла ребят насторожил характерный запах горелых фрикционов Так что сейчас нам предстоит полная разборка КПП с диагностикой Наружные детали коробки мы уже сняли Получается, открутили масляный насос И теперь можем приступать к его демонтажу И увидим, что у нас находится внутри Это у нас масляный насос У нас секция как раз с фрикционами Отвечающая за зацепление третьей-четвертой передачи Это вот, так скажем, первичное То, что мы можем вытащить из коробки автоматической Далее, чтобы нам разобрать Нам нужно вывести из зацепления вот здесь механизмы Для этого нам нужно снять гидроблок Пусть я прославу неисправимым оптимистом Но, честно говоря, я даже рад возможности увидеть все своими глазами Так, значит, крепеж мы весь убрали Теперь мы готовы снимать маслоприемную часть Увидим, что под ней для начала Аккуратно демонтируем прокладку Мы стараемся оставлять старые прокладки в более-менее... Да, она уже непригодна Но мы оставим ее для примера, потому что... Сейчас, смотрите, ребят Смотрите, видите, она уже прямо... Ну, то есть, она из чего? Из крафтовой бумагиши, как это было сделано? Ну да, то есть, это специально... А это что, это фильтр какой-то? Это да, это сетка мелкая, да Она как фильтрующий элемент получается Ну, как дополнительный, так сказать То есть, надо посмотреть наличие каких-то металлических частиц, абразива То есть, вот это все очень важно Ну, здесь есть явные вкрапления Да, да Блестят Теперь, самое интересное, будем демонтировать нижнюю часть гидроблока И, соответственно, увидим, что там Никаких плат и транзисторов Понимаю, что современная микроэлектроника по сравнению с этими железками космос Но технологии 70-х мне нравятся больше Просто они какие-то кайфовые На данной модели коробки мы можем демонтировать гидроблок полностью В сборе, да Ну, аккуратненько, потому что он весь там еще с маслом внутри Еще один фильтр Ну да, конечно, там целая сеть Вот так вот выглядит, смотрите Смотрим шарики Вот они у нас шарики Они остаются в своих пазах Ааа, слушай, а интересно, зачем? Эти шарики? Они нужны для того, чтобы перекрывать те или иные каналы То есть это сложная схема этих каналов, которые подают масло, опять же, в зависимости от режимов различных Масло подается по разным путям, с разным давлением Это все проходит через систему там рестрикторов, вот через эти шарики В общем, система сложная и интересная С управляющей частью мы разобрались Теперь можем демонтировать оставшиеся части, чтобы посмотреть все фрикционы, да И как бы и не только там третья передача, а также первый, второй И, соответственно, оценить уже их уровень износа Посмотрим фрикционы в руках Ну давай Вот так Разобрать, все проверить Удалить загрязнения Заменить неисправные детали Такой подход мне нравится больше, чем наши знаменитые Если работают, не лезь Так, Артем, ну расскажи Значит, вот вскрыли коробку, итог какой? Что мы обнаружили? Да, мы разобрали коробку до конца Вытащили все основные составляющие И обнаружено следующее При разборе, то есть фрикцион первой-второй передачи Здесь у нас явные перегревы Здесь дальше пережженный фрикцион черного цвета Он должен быть изначально более как светло-красный такой И дальше металлическая часть пакета полностью уничтожена как бы износом Очень сильные задиры Вот что мы имеем Значит, у нас вот перегретый, да? Вот Ну, видно, да, собственно Прямо видно Значит, вот эта штука должна быть Вот эта штука должна быть красной А она у нас черная Также обнаружены вот трубки, да, маскоподающие Видимо, до нас те люди, которые пытались какой-то ремонт осуществлять Дать или какую-то диагностику Они забивали молоток Да, забивали их, да, и погнули Тем самым очень сильно уменьшили сечение трубок внутренние А вот скажи, Артем Значит, мы когда разбирали Такого количества фракций мы не видели Почему так? Ну, скорее всего Перед продажей автомобиля могли Либо залезть в коробку, промыть ее как-то, да? То есть заменить масло Или просто слить Ну, скорее всего, в нее лазили Судя по вот этим вот отметинам Там, где-то царапины, где-то забитости Вот эти вот То есть продавец, условно, продавая Он знал, что он продает? Ну, может быть Скорее всего, да? Да Ну, что могу сказать, ребят? Свежие жидкости в агрегатах авто с большим пробегом Это дурной знак Так что делайте выводы Теперь твой вердикт Ты уже можешь сделать или нужно что-то еще разобрать? В целом, понятно, что замена их Вот этих трех пакетов, да? Замена фрикционов Замена... Антифрикционной пластины, да, скажем так Вот Дальше будем решать вопрос по трубкам Либо изготавливать новые Либо посмотрим, если есть они как запчасть Ну, понятно Замена этих трубок Да Замена обязательно маслоприемной части на новую Да, то есть, чтобы был свежий фильтр Все это И все, в принципе, сборка Ну, в общем, с коробкой все понятно Конечно, это очень печально, что так к ней относился предыдущий владелец Но я буду относиться иначе Поверите Теперь к мотору Кто не смотрел драму про этот мотор Вот ссылка на ролик, где все болячки подробно описаны и показывают Так, ну что? У нас... Что с мотором? О, это от него Да, это у нас прокладка развала Будем ставить на него синий? Да, будем ставить У нас уже финальная стадия сборки Поэтому осталось совсем немного Так, ну рассказывай Я вижу это, ну, с исключением того, что здесь, конечно, видно, что моторчик не новый Но выглядит он совершенно иначе У него все восстановлено, поэтому он практически новый Это у нас где? Сверху живет как-то? Провели работу по уголовкам блока Полностью их восстановили Также установлены новые поршни Все выставили в зазорах, в размерах Вот, и уже подошли к финальной сборке То есть мы сегодня его запустим? Сегодня не запустим Сейчас осталось совсем чуть-чуть Какие-то промелочевки еще осталось в пути Да, запчасти еще в пути Но основное уже сможем собрать И, грубо говоря, можно будет примерить уже на раму Ну, давай чего-нибудь пособираем Чего-нибудь поделаем То, что как-то хочется к нему прикоснуться Дальше мы можем поставить впускной коллектор Вот он сзади Давай возьму А это тоже новое или это было? Нет, это тот, который был Просто его помыли, почистили Все, опускаем, чтобы совпали все отверстия Вот он опустился И далее наживляем болты Слушай, задам тебе провокативный вопрос Вообще, ты залез туда Вот, самый святая святых Тебе мотор понравился? Ну, в целом мотор интересный Большой, объемный Ну, как бы Не хватает ему наддува Был бы наддув, был бы он пободрее Да Но конструктивно, инженерно Конструктивно, да Как бы достаточно интересно Уже идут форсунки большего размера Здесь уже стоят более тонкие распылители Хороший распыл Должно быть хорошее наполнение фор-камеры Глядя на этот мотор И, как бы, видишь, что Ну, я не знаю, что нужно, чтобы его испортить Почему уходит легенда о том, что вот Американская техника ненадежная Что вот немецкая надежная, а эта нет Это почему? Ну, это больше, наверное, зависит от условий эксплуатации То есть, все-таки, люди Конечно, от людей, да От того, кто ездит на этом автомобиле То есть, ненадежность, ребят Ненадежность американских машин В ваших руках Не надо колхозить Это нормальный подход Берем нормальные запчасти И все И все будет хорошо Ну, и, собственно говоря, прежде чем я от тебя уйду Скажи мне, когда мы сможем его услышать? Услышать мы его сможем Я думаю, в ближайшее время мы его соберем И как только будет возможность установить его на раму И все подключить Можно будет сделать пробный запуск Не терпится просто Это фактически новый теперь уже дизель Мы его слышали с вами, ребята Но теперь это будет новый дизель Благодаря Володе Так, а сейчас, ребята, возвращаемся к кузову Тут происходит удивительная работа Вообще фантастическая То есть, сейчас вот ребята Сканируют внутреннюю часть кузова Для того, чтобы сделать 3D-модель И потом на основании этой 3D-модели Мы будем моделировать наш новый салон Пойдем посмотрим Андрей, скажи, пожалуйста, на чем основана технология? Технология сканирования основана на структурированной подсветке В общем, у меня в руках сканер И работает он по следующему принципу У него есть две камеры И есть обычный проектор Который кино позволяет смотреть Проектор проецирует линии Вот если приглядеться к этой вспышке То мы увидим сетку из линий И две камеры С разных углов смотрят на эту сетку И видят преломление этих линий И на основе этого преломления строят полигональную модель Каждая вспышка Это две фотографии Ну, то есть, две камеры делают фотографию И, соответственно, получаем поверхность То есть, у нас, ребята, будет виртуальный Ford Нам одного реального мало А будет еще второй виртуальный Сейчас мы, короче, все отсканировали Все это дело у нас здесь сейчас обработалось В итоге мы имеем целиком полностью отсканированную машину изнутри Отсканированную от задних дверей до моторного щита Это нужно все построить в единую модель И вот эта финальная модель, получается, полигональная модель формата STL Ее можно экспортировать и, соответственно, с ним уже работать Моделируйте внутри этого скана уже то, что вам нужно И, соответственно, вы это все видите еще до того, как изготовили В общем, как и положено, ситуация неоднозначная Единственное, в чем я уверен Это в профессионализме ребят из Big Boys Big Toys Они точно знают, что делают А еще я не сомневаюсь, что где-то там, глядя на весь этот балаган Ксюха хохочет в голос, как от хорошей комедии Ну что ж, смейся, Ксюх Да и мы тоже не унываем Я верю, что проект будет доведен до конца Мы не сдадимся Так что не переключайтесь Дальше будет только интереснее Пока Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова